Привет! Это ТОП-5 животных-маньяков, так как не только в мире людей есть маньяки, но и в мире животных. На пятом месте идет слон-одиночка из лесов Абердария. На протяжении 20 века несколько деревень в Кении подверглись нападению африканского слона. На протяжении долгих месяцев слон безнаказанно крушил деревни, уничтожал урожаи, ломал жилища и убил одного человека. Это по слухам, погибший был только один. Возможно, жертв было больше. Он как будто специально искал людей, но в то же время был очень хитер. Не нападал дважды на одну и ту же деревню. Если бы его так и не остановили, неизвестно, сколько убийств было бы на его счету. На изгое нашелся охотник под звучным именем Хантер. Он узнал о слоне-убийце от испуганных жителей, которые прервали свою охоту на антилоп. Хантер начал охоту с выслеживания в джунглях Абердария. Именно там он схлестнулся с ним впервые. На следующий день охотник высадил слона по сломанным веткам и деревьям. Но слон первым подчинял охотника и пустился на него. Но Хантер выстрелил ему в голову орудием крупного калибра и потом добил его в шею. Тем самым спас население от данного слона. На четвертом месте идет касатка-убийца по кличке Телекум. Была она поймана у берегов Исландии в 1983 году в возрасте двух лет. Сейчас он вырос. Теперь он в 7 метров в длину и весит 5400 килограмм. В настоящее время Телекум проживает в океанариуме Варландо, штат Флорида. Пока за свою жизнь он убил трех человек. Причастность к одному из инцидентов под вопросом. Первое убийство произошло в 1991 году, когда самец жил с двумя самками в океанариуме Silent of the Pacific в Британской Колумбии. Тогда 20-летний студент биологического факультета Келти Берн работал неполный рабочий день в Центре развлечений в качестве дрессировщика. Во время одного из шоу он прыгнул в аквариум, где вместе с Телекумом жили две санки. Как оказалось, они были беременны. Без предупреждения все трое набросились на несчастного студента и утопили его прямо на глазах у зрителей. Почти сразу же после этого инцидента Телекума перевезли в Орландо, где он в июле 1999 года совершил еще одно убийство. Жертвой стал 27-летний Дэниел Дьюкс, которого нашли мертвым на спине касатки. Он был голым, а на теле было множество ссадин, ушибов и порезов. Позже выяснилось, что парень был среди зрителей, а в конце представления спрятался. Ночью он проник в бассейн. Непонятно, что заставило мужчину забраться туда, так как вскрытие показало отсутствие наркотиков или алкоголя в его крови. В феврале 2010 года Телекум убил дорессировщицу со стажем – Дон Браншо. Это случилось сразу же после представления, когда Дон гладил своего питомца. На глазах собирающейся публики Телекум схватил своего наставника за руку и утащил под воду. Телекум практически оторвал Анброншо, руку и голову. Было множество переломов, в том числе переломы шейных позвонков, а позвоночник был полностью разорван. После предупреждающих санкций, небольших штрафов и незначительной реконструкции Телекум снова вышел на свободу. На третьем месте идет змей Нигирия. В 1999 году всего за 10 дней кобра убила 16 нигирийцев. Змеи известны своей смертоносностью, поэтому никто специально их не провоцирует. У них очень хорошо выработан защитный механизм. Но эта кобра специально выискивала жертв, нападая из высокой травы. Она кусала человека, потом скрывалась и через некоторое время добивала его. На втором месте идет леопард из центральных регионов Индии. В начале 20 века центральные регионы Индии терроризировал леопард-людоед. Полагают, что леопард завалил около 150 человек, заработав себе прозвище «Очень хитрый пантер». Еще он отличался стабильностью. Он убивал каждые 2-3 дня. Что же заставило его нападать на людей? Такого непривычного и неразумного с точки зрения энергетической ценности рациона. Ученые утверждают, что кошки переходят на человечину только когда у них проблемы со здоровьем. Они ранены или стареют. Но у нашего Лео были целы все зубы и когти. Он был молод и здоров. Значит, охотился он не из-за еды. И, наконец, первое место. Густав. Это имя получил огромный нильский крокодил, который живет в реке Рузизи. И на северных берегах озера Тангаика и Бурунди. Это самый крупный крокодил. 7,5 метров в длину и весом более тонны. По некоторым оценкам, его возраст 60 лет. И он до сих пор растет. Этот крокодил пережил все покушения. С 1940-х по 1960-е в моде стала охота на крокодилов. И даже гражданскую войну. О его бурном прошлом свидетельствуют многочисленные шрамы. Один из которых красуется на глазу. По мнению экспертов, этот шрам получен от пули. Кроме своего размера, Густав известен своей скоростью и ловкостью. На его счету более 300 человек. Он, как ракета, вылетал из водной глади, хватал жертву и скрывался в мутной пучине. Густав стал героем местных легенд и даже получил статус духа. У него почерк настоящего серийного маньяка. Всего за несколько дней он убивал примерно с десяток человек. А потом уходил со сцены. Некоторое время оставался в затишье. Только после того, как набирался сил, приступал к новым преступлениям. Если понравилось видео, не забудь подписаться на канал и поставить лайк. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok